В обязанности инспектора контрольно-пропускного пункта входит учёт осуждённых и контроль посетителей исправительного учреждения. Это очень ответственная работа. Татьяна Фомочкина на этой должности в системе исполнения наказания трудится уже 16 лет. Мой муж здесь работал. И брали на тот момент жён сотрудников. Ну, старались брать. Ну, я так вот попала сюда. Предложили, я согласилась. А вот работа была мне неизвестна, ничего не знакома. Всё было вновь, впервые страшно. Ну, потом втянулось. Всё нормально. Всё помогли, всё рассказали. У нас чётко организовано всё. У каждого свои обязанности. Все знают, в каком случае, что предпринимать, как действовать. То есть это уже как отчий наш. Каждый сотрудник знает, в случае, как он там, допустим, обнаружение взрывчатых веществ или обнаружение наркотиков. Каждый знает, что делает, в какую минуту, в какую секунду, как поступает. То есть вот в этом плане проще. То есть ты не задумываешься, куда тебе бежать и что делать. Ты уже чётко знаешь свои обязанности. Просто их выполняешь. Всё. В работе Татьяны нет мелочей. Ведь она работает с людьми с непростыми судьбами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. И иногда случаи бывают разные. И дежурным по КПП приходится быть и воспитателем, и психологом, и медиком. Я даже роды принимала. Вы знаете, помогала принимать роды. У нас осужденная. Беременная была. Всё. На мою смену. Я её ещё сфотографировала. Мы обновляли там базу. Как себя чувствуешь? Хорошо. Ну, хорошо, хорошо. Ночью Татьяна Николаевна рожаем. Ну, вызываем скорую. Татьяна Николаевна едет. Одевает это всё. Чепчики эти, бахилы, ночнушки. Ну, то есть, вот. Всё как надо. Татьяну за её ответственность очень ценят и уважают коллеги. Конечно, Татьяна Николаевна у нас уже служит достаточно продолжительное время. Уже, так скажем, не будем говорить сколько, да. Вот. За данный свой период службы зарекомендовалась я исключительно, в принципе, с положительной стороны. Свою работу знает. То есть, с коллегами взаимоотношения в коллективе общительные. Всегда готовы прийти на помощь, оказать какое-то содействие именно в практической деятельности. Потому что человек достаточно богатым опытом именно в службе. Ну, и в жизненном тоже. В системе исполнения наказания сотрудникам дают возможность посоревноваться в творчестве, спорте и профессионализме. Ведомство проводит конкурс «Мисс УИС». В 2006 году в Десногорской колонии поселения номер 5 Татьяна Фомочкина стала победительницей. Она с достоинством прошла все испытания, одержала победу и представила колонию на областном этапе. Татьяна – творческая личность, любит рисовать, мастерить руками. Её работы занимают призовые места в конкурсах и на выставках. А её дети, их у неё двое, тоже взяли от матери любовь к искусству. Вот такие очень красивые и творческие женщины работают в системе исполнения наказания.